контакты, заключить взаимовыгодные сделки. Спасибо. С нами Леонюс Ру. Здравствуйте, Мария Владимировна, Данил Михайлов, Ньюс.ру. У нас три вопроса. Ереван впервые принял участие в инициированной Киевом встрече для продвижения так называемой формулы мира. Как вы расцениваете переговоры секретаря совбеза Армении, главы Офиса президента Зеленского об активизации сотрудничества? Вы знаете, если вы говорите о встрече на Мальте, в так называемом Копенгагенском формате, мы рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана. Я просто хотела напомнить, ранее в Киев приезжала супруга премьер-министра Анна Акопяна и спикер надсобрания Армении Ален Симоньян. Они контактировали с Стефанчуком в Дублине, сам Пашинян общался с Зеленским в Гранаде. В Ереване, я думаю, должны отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. И тут другого нет определения. И вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно, упорно разрушает наши союзнические отношения, которые не так давно само же называло важнейшим фактором стабильности и процветания Армении. Но что касается целого ряда средств массовой информации или медиаресурсов Армении, которые проплачиваются через ресурсы, аффилированные с госорганами или с людьми, которые находятся в рядах исполнительной власти и их антироссийской риторики, то тут говорить вообще ни о чем не приходится. Это просто, знаете, неприкрытый уже русофобский контекст на грани даже национализма в отношении нашей страны. Я не могу себе даже подобного, даже близко представить. Вот я много что читаю и смотрю и так далее. Но это не просто оскорбление, а это настоящая неприкрытая русофобия. А мы понимаем, кто стоит за финансированием этих ресурсов. Если там считают, что мы не знаем, кто это все проплачивает, мы знаем. В Белом доме сравнили беспорядки в Дагестане с еврейскими погромами в Российской империи.